Высокие технологии обещают помочь, конечно, не только медикам, но и автомобилистам, спасателям, военным и даже спортсменам. Самые разные инновации на днях можно было оценить в Москве на международной выставке «Архимеда». Она, кстати, стала 13-й подсчётом. Но оказалось, что изобретатели народ совершенно не суеверны. На открытии они представили более тысячи экспонатов, которые все с интересом обсуждают. Андрей Негру в том числе. Ни за что не догадаетесь, что это. Это мойка для мусоропровода. Признаться, до сегодняшнего дня ни разу не задумывался, что мусоропровод тоже нужно мыть. Создать то новое, без чего завтра мы не сможем представить нашу жизнь, мечта любого изобретателя. Участникам «Архимеда» это явно удаётся. Вот, к примеру, передвижной пункт технического контроля транспортных средств. Разработчики, кстати, военные, уверены. Настанут времена, когда мы не будем приезжать в ГАИ на техосмотр. А вот такой микроавтобус сам приедет к нам во двор. Техническое средство к автомобилям. Ну, допустим, на удалённых автотранспортных предприятиях, чтобы не создавать очередь. Оборудование полностью соответствует техническим требованиям. Комплектность та же самая, что на стационарном пункте. Единственное новшество – это мобильность. Быстрее, идите, чай. От полноценных симуляторов для автошкол до гоночных болидов. Тема транспорта занимает здесь огромный раздел. Есть даже корабль-невидимка. Между корпусами образовывается воздушная подушка и подъёмная сила, которая поднимает весь корпус корабля над водой, измечает сопротивление, облегчает движение и увеличивает скорость. Конструктор признаётся – невидимость для радаров – побочный эффект. Замечен случайно. Изначально Александр хотел построить себе быстроходную яхту. Вышел прототип военного корабля будущего. Расчётная скорость – до 200 км в час. Невероятно. А этот прибор должен помочь спасти жизни дайверам, альпинистам и подводникам. Это первая в мире раскладная барокамера для доставки пострадавшего от кессонной болезни в стационар. Здесь использованы космические технологии. Внутри – система жизнеобеспечения. А это баллоны с сжатым воздухом для поддержания необходимого давления. Для введения медицинского контроля здесь используется система аудио- и видеозаписи, а также аудио- и видеосвязи. И можно будет непосредственно медицинскому персоналу, врачу, контролировать состояние непосредственно пострадавшего. Андроидов и заводных столовых приборов по минимуму. Максимум медицины, безопасности, строительства и нанотехнологий. Организаторы заметили – изобретатели научились чувствовать инвесторов. И даже те экспонаты, которые трудно классифицировать, имеют все шансы на внедрение. Взять, к примеру, инкубатор для осетровых или систему предсказания осадков для крупных городов. Изобретатель находит здесь своего партнера, прежде всего производителя и того менеджера, который выведет его разработку сначала в производство, ведет, а потом с производства на рынок. И в подтверждение этому цифру. За четыре дня работы выставки здесь подписано контрактов на 2 миллиарда рублей.